Это рок-опера «Суламифь». В основе – одноимённая повесть Александра Куприна. «Тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит» – это прозаическое вольное переложение библейской «Песни-песней». История любви царя Соломона к бедной крестьянке. Говорят, из всех его произведений Куприну больше всего нравилась «Суламифь». Он посвятил повесть супруге Елизавете Гейнрих. Куприн себе жизни не представлял без Елизаветы Морицевны. Он писал, «Я без тебя ужасно скучаю. Не могу жить не только ни минуты, но даже секунды». Уроженка Перми Елизавета Гейнрих была дочерью австрийского эмигранта и родственницей знаменитого русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. После смерти матери Лиза воспитывалась в его семье. Повзрослев, закончила курсы сестёр милосердия и отправилась на фронт. Шла русско-японская война. Ухаживала за ранеными, получила награды за службу. С Александром Куприным Елизавета встретилась у общих друзей. К тому времени он семейный человек и известный писатель. Автор повестей «Гранатовый браслет» и «Олеся». Свою лесную колдунью из Перми прославленный писатель завоёвывал долго. Елизавета не хотела разрушать семью известного прозаика и сбежала подальше в провинцию. Но в итоге вернулась, чтобы вытащить Куприна из запоя. Они поженились в 1907-м. Характер писателя не предполагал спокойной жизни ни для него, ни для его домочадцев. Вы летали на воздушном шаре и чуть-чуть не разбились? Да-да, чуть-чуть. А правда, что вы спускались на дно морское? Однажды, только однажды. Как ни странно, наряду с громадной жизнерадостностью и любознательностью ко всему, у Куприна случались приступы меланхолии, отвращения к себе, растерянности. Тогда он прибегал к алкоголю. Однажды допился до того, что послал в Ливадию императору пламенную телеграмму. Просил дать статус свободного города Балаклавия. Император Николай II был человеком культурным и воспитанным. И в ответ ему написал, умоляю вас, поплотнее закусывайте за столом, когда выпиваете. То есть он испытывал жизнь, как только мог, и Лиза была свидетелем. Ну а после революции семья Куприных эмигрировала во Францию. В 1937 году Александр Иванович и Елизавета Морицевна по приглашению советского посольства вернулись в Москву. Это событие широко освещалось в прессе. Их дочь Ксения в 60-е годы приезжала в Пермь, чтобы увидеть город, откуда была родом Купринская Суламифь. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.